Ну что, всем привет! Сегодня у нас какой август? 6 августа. Я сегодня после работы, после ночи, немного может быть опрометчиво пускаюсь в путь 200 километров в час дня. Думаю, если 10 часов, то это один часов вечера. Постараюсь побыстрее, не знаю даже куда еще поеду. 435 километров и 400 метров выезжаю. Прощаюсь с моей супругой. Проехал первые 500 метров по городу Новоалтайску, по своему району. Изначально решил выбирать путь наиболее длинный. Поэтому сейчас не поеду сразу, на трассу, а проедусь по городу, чтобы потом подальше как бы стартануть с трассы в сторону Барнаула. Ну, насколько возможно буду снимать. Проехал первые 5 километров. Здесь вот решил включиться. Может кому интересно будет. Новые дома. Продолжаю движение. Еще 40 раз по столько же. Еще новостройки. Пока еще не заселенные. В Новоалтайске. Заехал на Виадук. Через железнодорожные пути. На Виадук. На Виадук. Пока еще. Сейчас буду въезжать в Белоярск. Сунулся в Белоярск. Уже сто раз пожалел. Дорога капец. Еду как по стиральной доске. То ли рулить, то ли снимать. Еще автобусы эти полудохлые обгоняют. Дизельные. Ну, а тут уже я в Белоярске. Если снимаю. Субтитры сделал DimaTorzok В Белоярске. Вот тут люди. Пушку построили. Сейчас сверну направо и на трассу. Но невозможно здесь ехать. Дорожка пошла неплохая. Стараюсь держать скорость 25-27. Сильно не тороплюсь. Потому что знаю, что впереди еще 190 километров. Так сказать, мышцы и встанут. Коленки будут болеть. Поэтому еду не спеша. Вот как вы видели. Вправо Биск. Влево Новосибирск. Нам в сторону Биска. Ну, если по этому указателю. Потому что в данный момент Ибиск и Новосибирск в одной стороне. Приближаюсь. Ага. Новосибирск надо по кругу проехать. Потом Новосибирск. Видите, вправо покажут. Все. Выезжаю из Белоярска на Барнаул. Вправо. И вперед. Не знаю, сколько отсюда до Барнауева. Думаю, километров 20. Нахожусь на очередном виадуке. Только с другой стороны, по трассе. Сейчас вот самокатом велик 27, видите, 28. И разгоняется. Сейчас попытаюсь прижаться к сиденью. К раме, чтобы подальше уехать. Сэкономить силы. Вот примерно так. Долго не буду снимать. Тяжело. Уже 34. Так орева. Еду как из Новосибирска. Здесь заправочка. Пока поднимаемся опять на виадук. Плотность, конечно, движения на Новосибирской трассе бешеная. Сейчас опять поеду вниз. Вот Барнауево прямо. Биск прямо. Новосибирск разворот. Ну, нам прямо. Скорость опять 28. Но если хочу уложиться в 10 часов, надо держать в среднем 25-28. Потому что где-то остановлюсь, где-то еще что-то. Вот такие дела. Вот он въезд на Валтайск был. Это я оттуда только должен был выехать. А я, видите, крюк дал. Как бы назад проехал. И у меня уже 19 километров дополнительно. То есть прибавил себе. Вот так. Сейчас скорость 32. Многовато, конечно. Думаю, тороплюсь. Набийский, Горный Алтайск. Это надо вот под тем геодуком проехать. Повернуть направо. Забраться. Наверх. И потом в путь. А мы прямо. Летела цепь. Ну, слетела не из-за того, что вот та поломка была, которая в предыдущем видео про велик. А потому что звездочки передние кривые. Все руки не доходят сделать. Едем на новую трассу. Вот встретил. Как зовут? Димана встретил. Откуда едете, Диман? Я с деревни еду. А в какой? Станцию. С Валковского. Это сколько километров? Так, ну примерно ничего ездил. Где-то так 45-48 так примерно. В одну сторону, да? Да. Нормально. Не мог на часа вообще отлично проезжать. Ну я периодически езжу, например, по старому мосту заезжаю по городу и назад по этому возвращаю. 50 километров. Да, нормально. Я еще через Заринского на 50 ездил. Там, кстати, Заринского тоже забили. Только половину трассы. А, хорошая трасса. Да. Но ездится вообще отлично. Я еще думал ездить, не ездить. Куда? Да, но мы не готовы, что там только половина трассовая. В смысле, повдоль половины или как? В смысле, поперед. А, в смысле 50, хорошая, 50 херовая, да? 13 километров. Дальше идет вторая. Ага. А потом опять? Да. Ну понятно. Вот так вот едем. Приближаться будем, включусь. Приближаемся к новому мосту Барнаульскому. Вот тут стройка вечная. КПП здесь тоже. Диман вот едет. Еще не попрощались. Поехали в Барнаул. Проспект Ленина. Решил по нему поехать. С Димоном. Барнаульский юридический. Андрюха, твой институт. Продолжаем движение по Ленинскому. Сейчас выйдем на площадь Октября. Вот так вот. Вот она площадь. Проехал я. Поторопился. Вот еду. 55-й километр. Короче, еще 54 с чем-то. Блин, встал. Правда, дорога вверх немного. 12 километров в час. Как-то стремно. Ноги не тянут нифига. Вроде и уклончик небольшой. Ладно, посмотрим. Я помню, когда-то здесь на этом подъеме буксовал. Первый снег выпал. А у меня летние колеса на моей машине. Ну, я-то вроде шел, а впереди меня фура встала. И все. Ладно. Включусь. Еду в научный городок. Через казенную заимку. Ничего, дорога выпрямилась. Вроде бы получше пошло. Тридцатник держу. А то думал, нифига себе. Сдулся. Сейчас еду на казенную заимку. Это в сторону аэропорта Барнаульского имени Германа Титова. Проезжаю здесь вот сады с правой стороны. Дачи. Здесь дача. У Андрюхина, у моего сына, есть семья. У его жены. У Тани. У ее родителей. Здесь дача. Вот. Проезжаю мимо садов. Да, конечно. С Димкой ехал. Вдвоем весело. 35-40 держали мы по трассе. Говорил же сам себе не едь быстро. Не отрыванул. Ну, час отходняк. Ну, пока еще не отдыхал. То есть, с велика не сходил. Не слазил. На спидометре или на одометре 67 километров. А, подождите, 67. Так, так, так. Не, 57 набрал. 60 еще не проехал. Ой, нифига себе. Барнаульский похоронный дом. Крематорий. Не видел такого. С ними теперь прощаюсь. Вот это да. Чуть он меня не снес. Чуть-чуть бы и пиздец. Ой, извиняюсь. Пи. 3,14. Еду на пригорке. Там внизу казенная заимка. Дальше еще не ездил. Никогда не был. Ну, вот первый раз посмотрю. Вон туда дорога, смотрите. Прямо, потом налево, потом вверх. Короче, буду ехать. Вот, смотрите, какая красота. До 50 здесь и восьми разгонялся. Вот так вот. Сейчас вверх придется маслят. Село Ганьба. Ни разу здесь еще не был. Сколько живу. На Алтае. Вот здесь не был. Видите, часовинка и церковь. Ну, симпатичненько. Едем. Так, опять я на пригорке. Куда-то еду все время вниз и вниз и вниз. Как буду выбираться, хрен его знает. Ну, ладно, посмотрим. Вон, видите, селение там. Научный городок. Вот сюда. Как-то дорога не внушает доверия, что он научный. Или наука, наверное, застряла в районе 50-х. Добрые люди подсказали, что нужно уже сворачивать налево. Аэропорт я, оказывается, уже проехал. Ну, сейчас посмотрим. Мне все равно еще 130 ехать. Даже 132. Поэтому еду. Вот это вот даже, не знаю, наверное, научный городок так называемый. Коттеджи только дофига что-то. Чем вам не Германия, а? Смотрите. КОНЕЦ 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 Обгон запрещен. О, это научный городок был. Все, выехали, едем дальше. Взял с собой 600 грамм воды, уже на донышке проехал 75 километров. Надо где-то магазин искать, а магазин не предвидится. Короче, все киоски уничтожили, по дороге не встретил ни одного. Так бы, наверное, заехал бы, взял бутылочку. Ладно, будем передвигаться, пока не встретим что-то. Еду. 75 25 проехал. Так вроде не устал, ничего. Коленки, блин, не знаю, что буду делать. Коленки поднывают, мышцы ничего не болит. Вон там вдалеке трактор перепахивает. Вроде августе все он перепахивает. Наверное, агрономом виднее. Блин, что такое? Цепь подозрительно подскрипывалась. Как бы не порвалась. Ладно, будем посмотреть. Вроде от города не так уж далеко. Если что, поди выручит. У меня воды без газа можно? 32 рубля. Это космолинская, да? Да. Пожалуйста. До свидания. Решил попить воды и позвонить жене. Проехал 80 километров. Тут магазин встретил. Да, передаю привет. Вот, жена по телефону просит. Сила. Сила. Михаила Куликова увидела, да? Он говорит, передает, а ты не передаешь. Ну вот, передаю жене поле чудес. Ну ладно. Давай. Перелью воду, да поеду. Блин, проехал 80 километров, тут магазин встретил Посидел, водички попил, не ел, ничего Повеселее стало, я вам скажу, ребята Еще бы километров на 40 хватило веселья Было бы классно Ладно, пока Да, 6 километров в гору и в гору и в гору подъем Вначале вообще ехал километров 12 Сейчас вот 18 разогнался Сейчас более-менее трасса выправилась Приближаюсь к трассе Барнаул, Камень-на-Аби Ну, то есть Павловский тракт Вон вывеска, видите Это я с Ганьбы, со стороны научного городка Ну, сейчас я еще поверну вправо И минимум 20 километров проеду в сторону Камень-на-Аби А то у меня 200 не получится Я вам включусь Пожалуйста, Павловский район И Лошахи Павловский район Так, вот едем дальше Да, ребятки, проехал я 96 километров Блин! Вот эта трасса, да? Видите, она попорочками какими-то покрыта Это типа ремонт они делают Да, делают ремонт Битумом польют и засыпят этими камешками Жопа вообще отбивается Что-то решил я пожрать, блин Потому что, ну, нереально Многие не хотят просто ехать Но там он заметил березку В сторонке Вон там лежит березка На нее присяду сейчас Что-то я не подумал Комаринку-то не взял Надо было Мать взять А то сейчас сожрут комары Тут у нас дожди и жара Хочу поставить, не могу Ветер сдувает Хорошо, что хоть ветерок Мини-лагерь такой решил я Сообразить Посидеть Размяться чуть-чуть Реально, коленки Да Как я и предполагал О Хорошее место Как говорится Задница на задницу Не знаю Кади не сдует Сейчас сниму с себя рюкзак Там у меня Моя Лариса Хочу положила Это вода Которую я в магазине взял На 80-м километре Блин, не тянут Не тянут мои ноженьки По такому асфальту Сейчас перекужу Разомнуть Может полегче станет Перекусил Жизнь стала казаться веселее Да Сейчас еду по трассе Барнаул Петропавловск Павловск Вот Трасса, я вам скажу Для велосипедистов Вообще Никакая Вот эти вот попурыжки Про которые я говорил Едешь Вот ты все равно Что по гребенке 25-20 километров в час Руки отсыхают Жопа Не знаю даже как сказать Короче говоря Наверное сейчас поеду назад в Барнаул Я эти лишние километры Ну предположим Мне не будет хватать Где-то километров 30 Я лучше Там недалеко от дома Накатаю по Трассе На Валтайск Варнаул Ну там едешь Там Отдыхаешь Я это уже понял Лучше я последние эти километры Там накатаю Ну здесь Ну невозможно ехать Тем более первый раз У меня еще сидушка такая Надо сказать Жестковатая Гончая Без всяких памперсов Без ничего Тут я постоянно вижу В интернете Что нужно На велосипеде Ездить без трусов В памперсах Ну нет у меня памперсов Не каждый же Памперсы может иметь Велосипедные Короче говоря Вот так Возвращаюсь Ну додумаю Я думаю Километров 70 Я говорю Там километров 30 Останется Я их лучше накатаю Мне Немножко сбил Мое путешествие Дима Дима В начале Путешествия Я его встретил Ну хотелось поговорить С парнем Но он лупасик 34 40 километров в час А если немножко Уклон вниз 42 43 45 Ну я не отставал Как же Ну вот Теперь наверное Расплата Еду Гораздо медленнее В следующий раз Буду умнее Включусь на трассе Смотрите Тут какая Травушка Муравушка Коси Короб Держи Да Богатство Несметное Добрался до трассы Садимся Ну и назад Осталось 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 104 километра До заветной мечты Дорога идет Как бы с пригорода Люди с дачи едут С отдыха Ну вот там полиция стоит С одной стороны правильно Что стоит А тут вообще ужас Что будет делаться Вот так вот ГИБДД Ближе к городу Километров За 15 Видите Сделали вот такую разделительную Бетонную Вернее не бетонную А металлическую Не знаю как правильно Отбойник ее назвать Между полосами Ну типа Чтоб не выезжали Только почему дальше не сделали Странно Ну Ооо Здесь вроде дорога получше пошла Не такая пупырыщатая О Новомихайловка Я про такую даже не слышал Если честно Ну видать Новомихайловка Поселок Ново Новых русских Или как говорят Такой защитный заборчик Видимо Чтоб шума не было И грязи И пыли Ну так-то Это везде должно такое быть Но видимо Только в Новомихайловке Денег хватает Ну-ка заглянем За заборчик Пойдет О, а вот это наверное Старая Михайловка Вот тоже пойдет Что у нас Магазинчик Ну и похоже на то Угости себя Трактир Опять въезжаем в Барнаул Только со стороны Павловска Вот видите Вывеска там Сейчас будет скоро аэропорт Постараюсь заехать туда Так Вот вывеска До аэропорта 300 метров Нужно только заехать Вот на тот виадук Сейчас попробуем это сделать О, там написано Аэропорт 300 метров Здесь 800 Ближе подъехали О, отдохнуть маленько От автомобиля Барнаул Камень на обе Сверху Приближаемся К аэропорту Подъезжаем Стоянка запрещена Сейчас Вывес самого Аэропорта Тоже Стоянка запрещена Даже Остановка Элакуатор Типа Подберем Отель Спина Трещит Нет, смотри-ка Стоят Брали, что ли Зимой не было Зимой только вот здесь Разрешали Приостановиться Ну и прогресс Ну и прогресс Ну в основе Стоянка-то вот здесь Типа ожидающий Все здесь Метром за 300 Все Поворачиваю Поедем Поедем Дальше Впереди еще нас ждет Сейчас скажу 82 Километра Пути Вид открылся На промышленный Барнаул Вот этот ТЭЦ Так называемый А там, смотри, Теплица Рядом с ней Когда на машине Едешь Ничего не замечаешь А тут Все видно Вон они Дома высокие Высотные Скоро туда Въедем Покрыли новым асфальтом Видимо люди К выборам готовятся Это уже Второй слой Я вот вижу Солнечная поляна Город Барнаул А вот У нас На Валтайске За 24 года Ни разу Видимо избиратель На Валтайске Не важен Улица Солнечная поляна Барнауле С левой стороны Сюда идет Частный сектор Новые дома Лет 30 уже А справа Вот эти многоэтажки Советские Солнечная поляна Что-то запарился Весь Решил квасы взять 15 рублей Пол-литра Спасибо На здоровье Ну что, попил Ноги почему-то Не крутятся А еще 70 километров Все, проехал 140 километров Устал как собака Заехал к Тане К Софии И к Насте Привет, София А что ты? Нет, не привет Нет, гулять хочешь? Новая кухня тут У нашего Сыночка И у нашей Тани Снохи Ничего, симпатило Красиво Так, так, так Все, фиолетовая О, так она поэтому Фиолетовая Что у вас Кухня фиолетовая? Фея А, ну нет Настя Настя как-то просто Фиолетовую Любимый цвет Она вот сюда Выбирает Ага Понятненько Настя Настя Спрощался с внучкой С внучками Уже темнеть начало Восемь часов А мне еще 60 километров Ну, еду Гипермаркет детских товаров Семейный бикс Или как Бичфэмили Выезжаю на проспект Ленину Филик сам катится 24-25 Хорошо Подъезжаем Пересечению Ленина Северо-западную Северо-западную Свернул с проспекта Ленина На проспект Комсомольский, да? Что-то я потерялся Кирова Или Калинина Калинина Проспект Калинина Все коммунистические названия Вечер, воскресенье Дороги опустили Да Все время Был бы вечер Северо-западной Вечер Прием Играет музыка Вот еще немного вида от Барнаула вечернего Сейчас скоро будет выезд из Барнаула Вернее он уже есть, мост старый По-моему я въехал, в нем еще И проезжать буду по-старому Михаилу Куликову привет Пешком по мосту идти очень долго Я представляю, сколько ты вчера въехал Подам спутка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот видишь Михаил, примерно на таком же велике, как у тебя На Урале Ну да, на Урале Так что можно ездить Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну эту дорогу я уже показывал неоднократно так покажу что ехал и железная дорога еще 50 километров впереди 49 свернул на Валтайск опачки смотрите на въезде кафе можно сказать новое два года нету сгорело вот так-то сейчас подъеду поближе тут и на улице а это на улице сгорело надо же вот так подъеду вот так подъеду вот так вот так прошла информация что и заправка газовая взорвалась брехня все на месте оставшиеся 40 километров буду наматывать здесь в окрестностях как и обещал наверное будет темно уже время часов 9 автосервис уже закрылся наверное поздно иду уже темно уже запарился крутить жене позвонил она нас ждет глаза светится как у кошки привет привет женушка как проехал еле добрался конечно это капец ребята и девчата съездил я 200 километров это было нечто сейчас решил помыться в душике надо потому что потому что это капец выпил я наверно литра 3 воды и снахающий чай как корня напоел а еще я квас выпил вот ура я сделал это мужики и бабки женщины пока пока девушки ну ты наглый а пока девушка режет ждет меня когда же мой любимый приехал и вот ждет и я мою супруге немножко камера подсела приятно когда тебя ждут тут мне котлетки макарончики ну так то не хочет чтобы ее снимали ну не хочет не надо время правда уже поздно 11 час я только что помылся ой хорошо самое главное на душе хорошо что я что задумывал сделал всем пока отчет такой завтра еще потому что не могу устал